Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. Очень сильный псалом, 18-й псалом, 18-й Тахай, это жизнь. Этот псалом очень связан с жизненностью. Переходим к псалму. В первую очередь подчеркивается, что этот псалом очень важный для спасения от врагов и ненавистников. Врагов и физических, и духовных. Написано, что этот псалом, когда его читаешь с большим сосредоточением, он очень в этих вопросах помогает, производя изменения в духовных мирах. Особенно, там сказана самая главная фраза, это Господь моя скала и крепость, Избавитель мой, Бог твердыня моя, на него полагаюсь, щит мой и рог спасения. Мы к щиту вернемся еще, в этом месте Магин Давид, все знают, что такое Магин Давид, но именно здесь, в этом псалме, о нем рассказывается достаточно подробно, здесь он упоминается. Этот недельный псалом помогает соблюдению Тору. Когда ты видишь, что у тебя какая-то проблема, написано, читай этот псалом в соблюдении, и можешь действовать дальше. Успокаивает боль для тех, у кого что-то болит, когда что-то не так. Берут очень горячую воду, ставят, ну, кипятят очень горячую, в кастрюльки какой-то. Потом туда, когда она кипит, добавляют ложку меда, немножко меда, мешают, читают этот 18-й псалом на эту воду и дают больному, ну, не кипяток, естественно, уже остывшую пить. Утверждают древние источники, что очень успокаивает любую боль. В псалме 18-м открывается великое чудо такое. Нам рассказывается, что тому, кто восславил совершенное для него чудо, прощаются все грехи. Он обновляется и становится новым существом. Потому что Давид сложил эту песню, когда спасся чудом от воина Шоуля. То есть, если ты, с тобой что-то происходит, ты видишь в этом руку Всевышнего, еще об этом открыто говоришь, ну, ты выиграл все. Веленский Гаон постановил читать этот псалом в седьмой день месяца Пейсах, это, праздник о Пейсах, и написал, что кто запомнит наскоро Пейсах, и прочтет, очень-очень сильно повлияет на судьбу на целый год. Этот псалом также полезен для защиты от разбойников, когда идет человек в дорогу, опасную дорогу, он тоже должен читать, понимая, если думаешь, что какая-то проблема есть. Написано, что это очень полезный псалом для чтения, когда у тебя избежать конфликта с властями или выйти из этого конфликта. Поэтому тут в 18-м написано бесценный псалом. Еще раз говорю, возвращаемся к Маген Давиду. Именно здесь трижды упоминается первый раз Господь щит мой и лучший спасение, второй раз щит всем уповающим на него, и третий раз и дал мне щит спасения. И все это в одном 18-м псалме. Маген Давид, щит, он давно известен в еврейской традиции как символ защиты. И вообще говорят каббала, что царь Давид выходил на войну с особым щитом, на котором было выгравлено Маген Давид, а внутри его минора. Бен Ишхай говорил, что вообще вот эти концы Маген Давида, это мистическая вещь, которая относится к шести именам творца. Согласно каббалеям, Маген, щит состоит из первых букв имен ангелов, Михаила, Гавриэля и Нуриэля. Кроме того, Маген Давид упоминается в Вавилонском Талмуде и относительно связи с творцом и защитой его и так далее. Хорошие сгулы, которые написаны в древних книгах, чтобы ищеть себе защиту или близким, надо представить себе, вот как бы себя, закрытым этими щитами внутри Маген Давида со всех сторон и окруженного облаками по аналогии с облаками славы, окружавшими евреев пустыни. Написано, что это создает уникальную, исключительную духовную, физическую защиту. Есть еще сгулами кубалим, это прочесть 18-й тегелим, особо сосредоточивших на словах Маген, это щит, затем представить себе Маген Давид в облаках по аналогии с облаками славы и 12 раз повторить слова Хайма из Воложина «Эйн од мильвадо», «Нет никого, кроме него», «Нет, нет никого, кроме Бога одного». И тем самым вы подтверждаете, что нет никакой реальности, кроме Ашема, и только Всевышний управляет миром, и написано, это очень сильно влияет. И, наконец, невестка Рава Авадий Иосифа говорила в своей книге, что есть огромное количество примеров, когда люди удостоились чудес и избавлений благодаря именно вот этой вот сгуле. Последнее, что встречается в этом псалме в древних книгах для защиты от воров. Если ты опасаешься, что что-то как-то может пропасть, читай этот псалом. Ну вот мы с вами и разобрали 18-й псалом. Брахава слаха.